Приветствую вас. Те вопросы, которых вы задаёте, мне всякого сомнения очень важны. Это хорошие вопросы, это очень хорошие вопросы, которые вы задаёте. Но вопросы эти больше про рост, про исследование себя. Вопросы эти больше про определённый, как мне кажется, страх. Страх перед возможными изменениями в вашей жизни, страх перед возможным несоответствием вашего образа себя, какой вы себя видите и тем, какой вы являетесь. И я думаю, что отчасти по этой причине вам достаточно тревожны. Потому что вас, условно говоря, может пугать лень, вас может пугать вашу апатичность, вас может пугать то, что вы не хотите что-то делать, вас может это пугать, это абсолютно нормально. Потому что, ну, если, например, мне не нравится вот это, если мне не нравится вот это, то что мне тогда нравится? И как быть с большим количеством времени, которое я уже на это потратил? Вот вы, например, говорите там про три года. И, конечно, вам это может быть и тяжело, вам это может быть и неприятно, вам это может быть и болезненно. То есть это, в принципе, всё вполне нормально, вполне логично и вполне понятно. Вот. Но, как мне кажется, мыслите вы немножко здесь, что называется, категорично. Что значит мыслите вы категорично? Это значит, скорее, что сразу в отказ идёте, сразу в обесценивание идёте. То, что вот, ну, как же так, вот. Может быть, это всё не моё и так далее. Может быть, может быть, всё это и не ваше. Может быть, всё это действительно не ваше. Но я сильно сомневаюсь, что это так. Я сильно сомневаюсь, что это действительно не ваше, потому что мне кажется, что вы просто довольно невнимательны к себе. Вот. И привыкнув игнорировать свои более тонкие чувства, привыкнув игнорировать свои более тонкие переживания, например, то, что вы склонны в какой-то степени сравнивать себя с другими людьми, например. Вот. Это даёт о себе знать, ну, в виде вот таких, я бы сказал, проявлений. Вот. Вот. Поэтому здесь, здесь, поэтому, в первую очередь, нужно исследовать ваше состояние, вот. Учиться замечать в себе те вещи, которые реально с вами происходят, те вещи, которые реально у вас возникают, те вещи, которые реально являются вашими. Собственно говоря, лень это, ну, следствие того, что вы себя игнорируете. Лень это, следствие того, что вы к себе не внимательны. Лень это, следствие того, я сейчас процитирую, что я такой человек, который наоборот стоит больше от того, когда ничего не делает. Вот. И постоянно загружала себя мыслями о научной работе, что надо делать и развивать эту тему. Ту тему я хочу выбрать что-то наше. Ту тему. Вот. Понимаете? В чём, здесь, в некоторой степени, суть вопроса. В некоторой степени, здесь суть вопроса ваша заключается в том, что мне надо. Понимаете? Именно надо. Понимаете? Не хочу. А надо. Должна. Понимаете? То есть вы находитесь по факту в состоянии достаточно сильного напряжения. И это напряжение для вас, конечно же, весьма то есть тяжело. Оно весьма для нас трудно, это напряжение. Вот. Это нормально. Нормально спло. Ну, спло. Вам так вот сложно нормально спло. Вам так тяжело. Ну. Самое, как мне кажется, вы к себе слишком вот, ну, слишком вы к себе строги, что ли. Я бы, я бы вот, я бы так, наверное, это сказал бы. Вот. У вас, ну, слишком высокий, я не знаю, согласны вы, допустим, со мной или нет, а здесь вот, но очень, очень и очень надеюсь, очень и очень надеюсь, что согласны, потому что работать вам, на мой взгляд, нужно именно в этом направлении. Собственно, почему вы устаете от ничего не делания? Потому что, как это не парадоксально звучит, вы ничего не делаете. может человек, который определенным образом, повторюсь, определенным образом себя подавляет. Вот вы, к сожалению, как мне кажется, себя подавляете. И именно по этой причине, вероятно, вам так трудно. Вы привыкли себя сдерживать, вы привыкли себя ограничивать, таким образом сноситься, вот, что нужно, условно говоря, держать себя в ежевых рукавицах, вот. Или, наоборот, там нужно себя там, не знаю, постоянно доставлять, чтобы быть вот в нашем, как вы говорите, то есть, хочу взять что-то в нашем. То есть, вы ищете опору во вне, но не прислушивайтесь к самой себе, в результате этого получается на постоянной основе. У вас борьба, в результате этого получается, что на постоянной основе вы с собой боретесь, в результате этого получается, что на постоянной основе вы сами себя как-то вот пытаетесь ломать, вот, пытаетесь себя на постоянной основе вы корректировать и направлять, вот. Ну, вероятно, взваливаем, хотя, то, что взваливать вам там или не хочется, или трудно, или тяжело, но вы все равно продолжаете это делать. Ну, вот. И не делать этого не может. Ну, вот. В чем, собственно, и является вашей проблемой, ну, вашей проблемой. В общем, на мой взгляд, повторю, на мой взгляд, на мой взгляд, я... не знаю, как на самом деле обстоят дела, может быть, я не прав. Ну, здесь, может быть, я не прав. Вот мне, как бы, ааа, ну, я допускаю, что могу неверно, можно как-то, как-то, понимать, вот, то, что вам, в принципе, происходит, вот. Вот. Поэтому, ааа... я предлагаю не Wid cách с выводами, а предлагаю не спешить с выводами вам, а предлагаю, ну, поисследовать себя, вот, предлагаю, как-то вот, взаимодействовать с собой, вот, поисследовать себя, вот, позволить психологу помочь вам лучше себя узнать, замечать какие-то вещи, поддержать вас, если вам будет сложно и тяжело, потому что какие-то вещи, которые вы заметите в себе, вам будут, не вам будут неприятно, ну, будет неприятно это замечать, будет неприятно это чувствовать, вот, осознавать, что, что это вот, ну, это вы, что это вот, про вас, что-что-что-что и так далее. То есть тут вот могут быть варианты, довольно, довольно много может быть вариантов на самом деле, вот, и мне кажется, что очень важно вам на это обращать свое внимание, очень важно, на этом вам фиксировать, а не на том, например, ваше или не ваше, то, что вы сейчас делаете. То есть, ну, вы подобными действиями просто рискуете заменить одно другим, вот, подобными действиями вы рискуете одни какие-то вот требования к себе заменить другими требованиями к себе, вот. По факту, как бы, ситуация останется, в общем и целом, такой же, вот, обращение состояния, оно останется таким же, вот, и никуда не будете вы, ну, двигаться, вот. Я не думаю, что это то, чего вы хотели бы, ну, я не думаю, что это то, чего бы вы хотели для себя, вот. Я не думаю, что это вот, то, что вам, ну, то, что вам нужно, да, я не думаю, что это вот то, а-а-а-а, ну, ну, почему бы, ну, так, я так не думаю. Ну вот, вот, а-а-а, вот, соответственно, э-а-а, пожалуй, э-а, то, что вам я хотел бы сказать, э-а-а-а, сейчас, вот то, что вот, то, что, э-а-а, наверное, о-о-о, я бы хотел вам дать, сейчас, именно вот, С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения какого-то, может быть, моего подхода, с точки зрения того, что мне кажется, вот. Слишком много вы на себя заваливаете. Не всё из того, что вы на себя заваливаете, является реально вашим. Не всё из того, что вы на себя заваливаете, можно и нужно принимать как данное. Вот. А что-то из этого вполне может быть иллюзией. И вам это нужно заметить. Потому что если вы этого не сделаете, то ситуация происходит ускупиться ещё больше сейчас. Вот. Я думаю, наверное, как-то так можно вам ответить на вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что у меня получилось дать вам некоторую пищу для размышлений. Вот. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Спасибо большое.